Приветствую вас! И если говорить о практических советах по поводу той ситуации, которая происходит, то можно выразить это так. Значит, вы избегаете личных отношений, вы избегаете их. С одной стороны вы хотите, а с другой стороны вам что-то мешает. Это что-то является либо конфликт социального и личного, то есть по какой-то причине вам мешают какие-то социальные установки, либо неверные свои установки, либо вы чего-то боитесь и опасаетесь. Соответственно, практический совет будет заключаться в том, чтобы проработать причину этого страха. Понять, что именно заставляют вас бояться, чего вы боитесь и, собственно говоря, самое главное, перевести страх из области магической, из области иррациональной, в область рациональной. Чтобы вы прекрасно отдавали себе отчет в том, чего вы опасаетесь и почему. И тогда ваше сознание практически вы настоятельно выработает, значит, стратегию по преодолению этих блоков. Дальше. Вы пишете, что мужчина интересуется вами исключительно потому, что у вас внешность, благодаря вашей внешности. Так вы пишете. Здесь возникает вопрос, что вы себя не дооцениваете. Если это так, если у вас проблемы с самооценкой, проблемы с уверенностью в себе, что вы считаете, что кроме внешности, вы больше ничего мужчину не можете зацепить, ничем не можете мужчину привлечь, то нужно работать над повышением своей самооценки, над повышением самолюбов. Потому что, если вы не будете любить себя, не будете уважать себя, и оценить себя, то, соответственно, никто другое этого делать за вас не будет. И для того, чтобы это получилось, необходимо чего-то достигать, чего-то добиваться. То есть, ставить перед собой цели, на первый взгляд, не имеющие отношения к личной жизни, развивать эти цели на задачи и выполнять эти задачи. Выполняя определенные задачи, которые вы сами себе ставите, у вас будет возникать ощущение успеха. Ведь вы, скажем так, оставили перед собой задачу, смогли ее выполнить и добились успеха. Это будет повышать вашу оценку, будет повышать вашу значимость, будет повышать вашу оценку в своих глазах и, значит, в глазах других людей, мужчин в данном случае. Также, желательно ответить себе на вопрос, а почему вы считаете, что мужчина хочет с вами сблизиться только из-за внешности? Почему? Почему вы не предполагаете иных причин для того, чтобы он с вами хотел быть? Что мешает вам эти другие причины предположить и поверить в них? На этот вопрос, на эти вопросы, также нужно ответить. И ответ поможет вам понять, в чем у вас проблема и двигаться в направлении ее решений. То есть, понять свои слабые, уязвимые места, поработать над ними, сделать их более сильными, либо обратить себе на пользу. Потому что бывает так, что некоторые сладости мы не можем изменить, ну, вот мы не можем брать эту сладость. Тогда что остается сделать? Только обратить ее себе на пользу, как это сделать. Решать исключительно вам, то есть, именно вам нужно понять, что у вас сладости. И, естественно, с помощью специалистов, если захотите поработать, конечно. И тогда у вас все наладится. Вот примерно такой ответ на ваш вопрос. Если у вас остались еще какие-то вопросы, милости прошу в личку, тогда помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok